Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Таргетированная реклама в соцсетях показывает объявления тем пользователям, которые соответствуют определенным критериям – возрасту, полу, интересам, поведению и так далее. Настройки таргетинга могут влиять и на стоимость рекламы, и на успех компании. Я бы сказала, что работа с аудиторией – это 90% успеха вашей компании. Facebook предлагает нам три типа аудитории. Пользовательская – это люди, которые уже взаимодействовали с вашей рекламой. Она собирается автоматически. Для этого надо вести все компании в одном кабинете, потому что система предлагает вам лучшие решения со временем. Похожая или look alike. Рекламная система ищет новых пользователей, которые по своему поведению в интернете похожи на ваших текущих клиентов, а значит, с большей вероятностью заинтересуются вашим предложением. И та аудитория, которую мы подбираем вручную, то есть сохраненная. Важный момент. Чем дольше вы пользуетесь рекламным кабинетом, тем умнее становятся все ваши инструменты. Поэтому перед тем, как начать что-либо запускать, наша задача – включить все возможные счетчики для пользовательских аудиторий. Ведь именно так сеть понимает, кому реально интересна наша реклама. Создаем пользовательские аудитории. Теперь выбираем источники. Это может быть ваш источник или внутренний. Я рекомендую начать с внутренних, поэтому мы выбираем все типы страницам Инстаграма и Фейсбук. Чтобы собрать всех, кто взаимодействовал с вашей страницей в Инстаграм, достаточно выбрать нужный аккаунт и указать время взаимодействия пользователя с ним. Также мы можем, например, выбрать тип взаимодействия из выпадающего списка. В Фейсбук, как и в случае с аккаунтом Инстаграм, вам нужно выбрать страницу, количество дней и способ взаимодействия. Когда вы создаете группу объявлений, вы можете выбрать аудиторию, которой хотите их показать. Для этого кликните на пользовательскую аудиторию, затем выберите нужный список, который был создан в разделе аудитории. При необходимости можно исключить часть пользователей. Допустим, вы где-то собирали электронные адреса ваших клиентов долгие годы. Что с ними сделать и как они нам помогут? Вы выбираете «Добавить аудиторию собственных источников», а затем делаете следующие шаги. Скачайте шаблон, который предлагает Facebook ADC и добавьте в него вашу клиентскую базу. Список может задержать только имейл-адреса. Их будет достаточно, чтобы Facebook собрал аудиторию. Скачайте его в формате CSV. Загрузите получившийся файл в Facebook ADC и дайте название будущей аудитории. Система обычно сама распознает те данные, которые вы в нее загрузили. Но иногда случаются ошибки, поэтому проверьте во вкладке требует действия. Все ли корректно отображается? Здесь можно увидеть, какие поля не распознала система и при необходимости указать их. Если с файлом все в порядке, система обработает полученную информацию, а затем покажет, какое количество пользователей она нашла. Это было самое сложное в работе с аудиторией. Реклама по точно подобранной аудитории не всегда будет эффективна. Почему? Потому что часто, если вы решили, например, указать подробные интересы, система будет распознавать их по указанным интересам на странице. А чтобы бигдата заработала на вашу задачу, есть несколько хитрых приемов, о которых я расскажу в следующем уроке. Но вышеуказанные шаги тоже необходимо освоить, чтобы в будущем вы быстро могли сориентироваться, какой из методов подбора аудитории подойдет вам в вашем конкретном случае. Теперь, когда все метрики подключены, а аудитории собраны, мы можем переходить к следующему этапу — рекламным креативом. Продолжение следует...